копеек, евро 59 рублей 83 копейки. Что касается погоды, то синоптики прогнозируют в столичном регионе сегодня прохладную сырую и ветреную погоду, хотя будет выходить солнце, температура плюс 3, плюс 5, но на дорогах по-прежнему гололедится. Что касается текущей дорожной ситуации, то сейчас пробки в городе оцениваются в 5 баллов. Соответственно, затруднения есть на въездных магистралях в центр на Ленинградском шоссе от Беломорской улицы до улицы Зои Александры Космедемьянских, Севастопольский проспект от улицы Обручева до 4-го загородного проезда, Можайское шоссе, Кутузовский проспект от Рябиного улицы до Минской улицы, Рязанский проспект от улицы Академика Скрябина до остановки платформа Карачарова и Ярославка от Малыгинского проезда. Утренний информационно-аналитический канал Комсомольская правда. Главное вовремя. Итак, друзья, программа «Главное вовремя» 9.05 в российской столице. Александр Кочнева. Михаил Антонов. И специально приглашенный гость, но знаете, как ее представлять? Лучше меня это сделает Герман из «Пиковой дамы». Собственно, все. Красавица, богиня, ангел. И этого достаточно. Неожиданно, но правдиво. Да. Мисс Россия 2017. Полина Побова у нас сегодня в эфире. Поле, привет. Здравствуйте. Всем доброе утро. Мне очень приятно. Бодрое и веселое. Вот так Петр Ильич Чайковский, как специально написал, да? Это было незабываемо. Спасибо. Слушай, Полечка, а вы без макияжа сегодня совсем? Ну, я не люблю сильный макияж. Я всегда так. Чуть-чуть совсем. Только ресницы и чуть-чуть румянец. Чуть-чуть. Мне этого хватает. 21 год. Господи, какая там косметика? Какой там макияж? Хорошо. Поля уже воздушный поцелуй всем нашим слушателям послала. Если есть у кого-то желание получить воздушный поцелуй от Полины, милости прошу. Фотографии есть. Я всем разошлю. Ну и телефон напомним. Если есть какие-то вопросы, вы их можете присылать. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это вайбер и ватсап. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Еще есть телефон прямого эфира. 8-800-200-0-9-7-0-2. Значит, что мы знаем? Жительница Свердловской области, а именно города... Екатеринбург. Ну да, собственно, столица. Столица Урала. Все верно. Город Свердловск, мы его так по старинке и называем. 21 год как-то миновало. Из них 5 или 6 лет модельной карьеры. Да, все верно. Сколько все-таки лет? С 15 лет я работаю. Да, с 15 лет я начала. Первый контракт у меня был в Токио. Ох, вот это ничего себе. Но это вот родители как-то тебя так направили? Или свое было желание мама, хочу стать моделью, и каждое платье перед зеркалом примерял по 3 часа? Нет, на самом деле это была инициатива моих друзей. Это только благодаря им я начала какие-то шаги в модельную сферу. Какие друзья в 15 лет? Ну, мальчишки, одноклассники. Мальчишки, девчонки, да. Я в 14 лет летом резко вытянулась, похудела, соответственно, и все. А до этого была толстеньким шариком таким, да? Я не была толстеньким шариком, но все равно девочки в какой-то период резко меняются. И вот со мной это случилось в 14 лет. И все, и меня так и называли Полина-моделька. Полина-моделька. Да. Мне просто интересно, Полина-моделька, вот это вот вытягивание похудения и резкое похорошение, оно как-то на планах родителей отразилось, потому что они наверняка видели Полину юристом, бухгалтером. Да, это верно, это точно. Родители были не то что против, они меня всегда поддерживают во всех моих начинаниях, во всех моих идеях. Только я не могу сказать, что когда-то они были против, и когда-то они что-то говорили нет, не делая этого. Они всегда знали, как я поступлю, подумаю, подумаю, если я считаю, что это нужно. Они всегда меня поддерживают, и я за это им очень благодарна. Слушай, ну вот в 15 лет первый контракт в Токио, надо ехать за границу. Съемки — это же такие большие нагрузки. Нам все время кажется, что модельная жизнь красивая, а там на самом деле ведь за обложками журналов все тяжело. И как с этим ты справлялась? Вообще как решимости хватило? То есть 15 лет языка нет, первый контракт с Токио. Единственное, по-японски знаешь... Аригато. Аригато, коничева. Коничева. Сакэ и две суши, пожалуйста. И эту зеленуху дайте еще с этим, с красной морковкой. Но горечиться. Без знания языка, без ничего. Нет, ну я уже учила английский язык. Ну, конечно, английский язык в России, английский язык за границей — это абсолютно разные вещи. И, конечно, практика. И обычно в модельных поездках всегда встречаются русские девочки. Но я была именно той счастливицей, когда не было русских вообще. Только девочки из Европы и, конечно же, японцы, ну, кто работают в агентстве и вообще по работе. И мне, конечно, было тяжело. Я представляю, вот этот испуганный ребенок приезжает и... Иди сюда, 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 иди сюда. Что в переводе означает «Здравствуйте, Полина, мы так рады были вас встречать». Звучит устрашающе. Да, и с этим нужно тоже так немножко перебороть этот, да, барьер именно их язык. И интонация, она, да, у них такая жесткая, не как русский язык. Ну, некоторые говорят то же самое про русский язык, хотя, мне кажется, он у нас очень приятный, мелодичный, но не всем так кажется. Оль, ты очень хочется спросить, Поля, ты помнишь первое, что ты рекламировала? Вот первый контракт, он что, это было платье, это был купальник, это было, я не знаю, суши те же самые, это были там, я не знаю, японские палочки. Ну, в основном, это каталоги, у меня, кстати, вот первые мои работы были в основном все на свадебной платье, как ни странно, в 15 лет почему-то все меня видели уже невестой. Да, я не знаю, с чем связана эта японская логика, почему ребенок должен рекламировать свадебные платья, но тем не менее, было очень много съемок в свадебных вечерних платьях, и также я запомнила моя самая такая, наверное, и высокоплачиваемая была на тот момент, работа, мой контракт. Я подписала, была реклама, компания, это был ролик на каналах, реклама дрели. Вот, собственно, с языка сняли сейчас, Поля, ну конечно, вы и дрели. В тот момент, когда не хочется оставить себе то, что рекламируешь, единственный, наверное, момент. Ну, а на что потратила деньги вот эти? Обычно хочется, ну, я не знаю, мне, по крайней мере, хочется зарплатку купить себе новые туфельки, новую сумочку, Полине, наверное, этого добра делать некуда, и неохота. В тот момент, да, вот, Япония был мой первый контракт, я уже привезла честно заработанные деньги первые, в 15 лет для меня был такой восторг, и я купила, помню, тогда вышел iPad, техника Apple, и я купила вот себе первую модель, я была так счастлива. Поля, хотелось бы быть серьезно, ведь там, где успех, там всегда есть зависть. Безусловно, да. Да, да, то есть... Без этого никуда, к сожалению. Оценка произошла какая? Какие-то люди отсортировались сразу же, между которыми стена неожиданно возникла? Я понимаю, что новые друзья появились, да, а вот вдруг неожиданно были подружками, и вдруг повезло поповой-то, да? Да, ну, я уже привыкла к этому на самом деле, и меня всегда, и мама приучала с детства. Ну, я просто понимаю, какой мир у нас в наше время, и вообще, какие девушки нас окружают, в лицо говорят одно, за спиной другое. Ну, ничего, есть и хорошие люди, без этого никуда. Спрашивают, прости, пожалуйста, спрашивают, было ли прозвище в школе? Прозвищ не было. Не было? Ну, сейчас придумаем. Кроме модельки, никаких прозвищ. Ну, вот Михаилу все кажется, что какие-то друзья появились. Разве бывают друзья в модельном бизнесе? Нет, конечно. Там же все друг друга нагадить хотят. Нет, у нас свой мир, своя атмосфера, конечно, мы постоянно вместе, у нас свои интересы. Нам же тоже нужно как-то отвлекаться, развлекаться, и, конечно, мы находим людей по душе, и как-то развлекаем друг друга. Мы же не можем постоянно работать. Вот, сейчас просим убрать детей от приемников, Поля расскажет, как они развлекаются. Пожалуйста, Поль. Да нет, у нас все на хорошем уровне, наше развлечение. Мы ходим, смотрим достопримечательности, посещаем. Вот эти вот ночные клубы, конечно. Нет, я не любитель, я серьезно, я не любитель. Слушай, ну вот я все это читал, конечно, не любитель. Мне бы в баньку, ты банью любишь, да? Да, я вот всегда, я бегом, бегом. Она любит, читал мне, что она пироги и десерты делает, читала. Кстати, Саша не даст соврать, я лучший парильщик, между прочим. Саша, правда ведь? Рекомендация, конечно, конечно, не зарекомендовать Михаила Антонова. Здесь огромное количество вопросов, сразу отвечаем. Да, есть молодой человек, да? Я не комментирую личную жизнь. Ну, просто в некоторых интервью уже прозвучало, что ты не взяла его на... Ни родители, ни он не приехали, чтобы поддержать тебя, потому что тебе так спокойнее. Мне так спокойнее, правда. Я ощущаю себя так спокойнее, потому что я так больше концентрируюсь на себе, чем если бы были близкие мне люди, я бы переживала за них, что они чувствуют в тот момент, и это для меня было бы страшнее. И как же они, по телевизору следили? По телевизору прямой эфир, конечно. И как только корона получила, наверняка сразу родителям звонить? У меня не получилось сразу звонить, потому что телефон был в другом месте, в другой комнате. В каком месте узнаем чуть позже. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Реклама. Клиника амбулаторной хирургии на базе Федерального государственного бюджетного учреждения ГНИЦ профилактической медицины предлагает лечение катаракты любой сложности при помощи факоэмульсификации. Раньше такая операция была тяжёлой для пациента и требовала нахождения в больнице в течение трёх недель. Наши высокопрофессиональные специалисты проводят оперативное лечение без наркоза и госпитализации, что сбережёт вам не только финансы, но и время. Без боли и швов. Быстрое восстановление зрения – максимальный результат при минимальных ограничениях. Все оперативные вмешательства выполняются в операционной, оснащённой, с самым современным оборудованием, под внутривенной седацией и абсолютно безболезненно для больных. Пациенты получают высококвалифицированное наблюдение опытным анестезиологам и палату повышенной комфортности. Для вашего удобства наша клиника расположена в самом центре нашей столицы. Наш телефон 8495-510-4910. 8495-510-4910. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Компания «Меркатор Холдинг». Производство и продажа коммунальной техники от ведущих европейских и российских производителей. Телефон 8800-505-4040. Сайт 3wmerkatorgroup.ru. Меркатор. Искусство ухоженных дорог. Комсомольская правда. Читайте сегодня. Московские депутаты предлагают выплачивать компенсации родителям детей, не попавших в детский сад. Киркоров показал свою гастрольную жену. Комсомольская правда. Узнайте больше. Я лиц. Старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 777-02-80. Здравствуйте. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам. С 18 до 20 часов по московскому времени. Главные новости, события и факты. Программа 120 минут. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Главное вовремя. Друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Александр Кочнев. Михаил Антонов. Мисс России Полина Попова. Можно посмотреть трансляцию на сайте kp.ru. Это первозданную, неиспорченную макияжем красоту. Потому что мы специально не предупреждали Полину, что будет вестись трансляция. Она пришла вот прям в домашнем, что называется. Да, только проснулась. Здесь спасибо всем слушателям, которые напомнили, кого же им напоминает голос Полины. И я нашел, кого действительно напоминает фильм «Марвовска». Настенька. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Морозильная. Злой ты, Мороз. Безжалостный. Да не безжалостный я. Не безжалостный. И мне птичку невеличку жалко. Ну, в общем, Настенька. Голос такой. Ну нет, не совсем такой. Да такой, такой, что ты. Здесь количество вопросов, значит, огромное. Спрашивают, что теперь? Вот после того, как. Ну, вот Мисс Россия. То есть понятно, что там Мисс Мира. Мисс Мира, Мисс Вселенная. Да, это все будет. И все собираешься. Конечно, обязательно. Поля, как оцениваешь свои шансы? На все сто. Ну, конечно. Какие могут быть варианты? Как ты проскочила, как ты попала на Мисс Россия, проскочив Мисс Екатеринбург? Мне просто интересно. Ну, вот хорошо. Завтра будет какой-то конкурс. У нас есть здесь свои красавицы, которые попрятались, чтобы, значит, не портить обеднюю. Как это все? Ты увидела объявление, ты прислала резюме. Да, я пришла на кастинг. Я рассказала, где я родилась, где прописано, что я, собственно, представляю из себя. Я понравилась всем членам жюри. Но на тот момент, когда проходил кастинг, параллельно проходил конкурс Мисс Россия. Но я на него не попала по той простой причине, потому что я предпочла работу, потому что кастинг, конкурс Мисс Екатеринбург занимает полтора месяца. И я лучше это время проведу в работе. Но девчонки из Екатеринбурга не обиделись? У нас была девушка, представляла Екатеринбург. Она была Мисс Екатеринбург 2016. Лиза прекрасная наша, Неховская. Она была вместе со мной. И еще одна была девочка прекрасная, Лиза. Она представляла город Березовский. Но она сама тоже живет в Екатеринбурге. Мы, кстати, с ней были в одной школе. Приятная встреча. Какая модельная школа у них там? Смотри, на подбор. А ты помнишь, как мы на математике? Она на меня на два года была помладше. Я ее узнала по ее прекрасным кудряшкам. Слушай, вот у меня сейчас будут абсолютно серьезные вопросы. Во-первых, я, честно говоря, боялся этой встречи, потому что я не знаю, как с вами общаться с красавицами. Мне кажется, что это совершенно... Мы страшные, да? Нет, нет, стоп, минуточку. Это совершенно другой мир. Вы мыслите другими категориями. Вас окружают красивые одежды, красивые люди. Поэтому спрашивать, сколько стоит батон хлеба, ну как минимум глупо. Да, ну неправда, вы что, мы обычные люди. Мы живем точно такой же жизнью, как и вы. Только хлеб не едим. Хлеб я очень люблю, выпечку. Не надо, неправда. Просто, Саша, есть такие люди, у которых все откладывается в нужных местах. Как у Полины, в частности. Поля, я вот о чем хотел спросить. Ну а дальше, ну карьера. Ну хорошо, ну сколько мы знаем топ-моделей, да? Вот так, навскидку. Ну хватит десяти пальцев, начиная там с Элли Макферсон, Линды Евангелиста, Кейт Мосс. Ну и наша Наоми Кэмпбелл, Наташа Водянова и так далее и тому подобное. Куда все остальные? А конкурсы проходят каждый день. А уж фактически в каждой стране есть свои мисс города, штата и так далее и тому подобное. И ну вот реально, ну хорошо. Ну модельный век, он не очень большой. Это верно, все, вы правильно говорите, я согласна. Вы выиграли, насколько я понимаю, грант на получение высшего образования. Нет, немножко неверно. Это выиграла девушка, которая заняла второе и третье место. Первая вице-мисс и вторая вице-мисс. Я получила и так достаточно подарков. Корона, автомобиль. А права-то есть, Полин? Есть права, с 18 лет, да, я уже... Честно полученный. Честно полученный, честно сдавала, честно учила. Нам надо было ее вдаве на газ звать, ты понимаешь, у нас есть автомобильная рубрика, надо было тебя туда позвать. Отлично. И все-таки я продолжу, Полин, ну хорошо, тем не менее, есть, опять же, прочитав интервью, я знаю, что есть желание от у вас получить образование. Безусловно, конечно. Журналистика меня интересует. Да вы что? И предстоящий год, это... Конкурирующая фирма. Да. Это всегда интервью, это всегда светские мероприятия, я думаю, я получу массу опыта, и я уже окончательно определюсь, хочу ли я здесь в ваших рядах или нет. То есть подождите, ну сейчас надо выбрать, то есть понятно, что карьеру модели вы не заканчиваете, а учиться-то когда, я не совсем понимаю, как это все совмещать? Я вас прекрасно поняла. На данный момент конкурс Мисс Россия отдает мне огромный шанс в участии Мисс Мира, Мисс Вселенная. Конечно, я не смогу совмещать это все с учебой, я делаю упор на эти конкурсы, также у нас параллельно другие проекты, благотворительные проекты, мы много будем чем заниматься, куда ездить, будут постоянно новые предложения. То есть весь год я посвящу вот только конкурсу Мисс Россия, дирекции, они все мной занимаются, и я, конечно же, я с ними. Но потом я всю себя посвящу уже образованию, самореализации, и все. Модельная карьера, она не вечна, вы правильно говорите, и я начала достаточно рано, с 15 лет, я уже много где была, много что попробовала. Для меня ничего нового нет, и ничего нового я уже не получу из этой сферы, и как раз-таки конкурс Мисс Россия — это мой первый шаг уже к другой жизни, и я рада, что мой первый шаг оказался таким большим, таким масштабным. Но вот только таким ранним. В смысле? Каким ранним? Куда ранним? Куда ранним? Ты смотри, что все сыпется все уже. Так 21 год, 21 год, и ты уже говоришь о завершении карьеры. Целых 21 уже мне. Нет, я так не считаю. А учиться где будешь? Мы, кстати, Полину будем поздравлять, в день защиты детей она родилась. Да, первый день лета, и на Урале выпал снег тогда. Меня в этот день в армию забрали, для меня это... Какие все чудесные воспоминания с первым июня связаны. Вопрос гости задает Дмитрий. Мы ждали этого вопроса. Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли вращает? Какая прелесть. О, солнышко, да. Солнышко. Все-таки солнышко. Ну и правильно. Обижаются ли девчонки, когда их называют мисками, спрашивает Сергей. А нас уже, да, нас уже предупредили, нас уже сказали. Потом вас будут называть семейсками, да. Все готовы? Ну, никто не обижается. Все девочки с юмором, все девочки прекрасные, неглупые. Это все стереотипы. Вот еще стереотип про блондинку. Вообще-то, начнем с того, Миша, что это первая за 10 лет блондинка, которая в конкурсе Мисс Россия вообще забрала корону. Забрала корону и будет представлять... Все были брюнеточки да брюнеточки. Ну да. Как вот этот стереотип? Не подшучивают, не подсмеиваются. Наоборот, вы что? Это же прекрасно. И так все помогает, а, блондиночка, да? Уступим ей. Подождите, это натуральный цвет? Ну, я светлорусая, конечно же, но для работы я ездила, я не так давно была в Америке, в Лос-Анджелесе, и для работы мне пришлось еще более стать светлой, потому что там коммерция, там любят контраст, голубые глаза, светлые волосы, пляж, ну там, это Лос-Анджелес. И мне пришлось осветлить еще волосы, но это понравилось организаторам, и все, и блондинки рулят. Я видел вас с доской для серфа, вы катаетесь? Нет, я еще не катаюсь. Это просто доска. Я только учусь. Доска позировала с вами. Я только фотографирую. Нет, на самом деле, это моя мечта, встать на доску и научиться. Это очень сложно, это тоже со стороны кажется, что ты паришь над волной, это так все легко, но это труд. Ты ходишь с синяками, ты мучаешься, так все непросто, как и в любом виде спорта. 8-800-200-0907-02, это телефон прямого эфира, 8-9-6-7-200-0907-02, для тех, кто еще не получил воздушный поцелуй от Полины, я фотографию вышлю. А вы нам взамен вопрос присылайте. А вы взамен вопрос присылайте, 8-9-6-7-200-0907-02, вопросов здесь много. Выросли после победы прескурант, ну я так понимаю, то есть ставка гонораров теперь будет выше? Ну безусловно. Безусловно, то есть теперь вы уже, собственно, новые требования будут, да, обязательно. Конечно. Были ли предложения о замужестве от богатых спонсоров? Это, ну, только честно. Я не хочу комментировать это, но это... Нет, но вопрос, конечно, неприятный, но люди же действительно так думают. Мы же не будем их называть, но были наверняка скабрезные предложения. Очень честный конкурс, это я могу сказать, я не знаю, хотите ли... А мы сейчас вообще про карьеру модели говорим, мы не про конкурс Мисс России. Карьера модели, карьера... ну это всегда все связано, все думают, что там все не чисто, что, конечно, девушка без кого-то никуда не может выйти. Это все неправда. Ну, Поля взяла и вышла без кого-то к нам. Да. Да, и еще останется здесь для следующей части вопросов. Более того, Полина еще не знает, но именно она у нас в следующей части в финале проведет рубрику «Мир сошел с ума». Прекрасно. У нас, да, у нас подготовлены специальные новости, которые Поля вам прочитает обязательно. Голосом Настеньки трогательно будет. Оставайтесь с нами в 8-9-6-7-200-0-0-9-7-0-2. Продолжение следует. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ РЕКЛАМА ИДЕМИЦУ Заботится о вашем автомобиле. Купите 4 литра моторного масла ИДЕМИЦУ и получите подарок из Японии. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2017 года. Спрашивайте в магазинах города. Подробности на idemitsu.ru Иван Грозный. 16 век. Петр I. 17 век. Император Павел. 18 век. Три правителя. Одна миссия. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Бестселлер Дмитрия Миропольского. Тайна трех государей. Спрашивайте в местах продажи прессы. 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 777-02-80. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского. Тайна трех государей. Слушайте очередную главу романа. Сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Здравствуйте, я Елена Дропека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Одной из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда». В Москве 9.30 в студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Все самое важное за две минуты. Ядерная война может начаться в любой момент, это заявил заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Энрён. Он обвинил штаты в создании опасной ситуации в регионе. Если Соединённые Штаты решаются на военные действия на попытке превентивного военного нападения, КНДР готова отреагировать на любые агрессивные действия, которые будут использовать американцы, сказал он. Дипломат пообещал, что Северная Корея ответит на любые военные угрозы со стороны Вашингтона. Пиньяне обещают проводить ракетные испытания при этом каждую неделю. Ранее, в свою очередь, вице-президент США Майкл Пэнса заявил, что эра стратегического терпения в отношении КНДР подошла к концу. Хорошевский суд Москвы сегодня начнет рассматривать дело о гибели женщины в лифте жилого комплекса «Алые паруса». Обвиняемым по этому делу проходит электромеханик Алексей Белоусов. Сотрудника компании «Лифт Гарант» обвиняют по статье об указании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, что привело к смерти человека. По версии следствия, Белоусов некачественно провел аварийно-техническое обслуживание лифта в доме на авиационной улице. В результате, в январе прошлого года лифт обрушился и погибла 36-летняя Ирина Володина, дочь диктора и телеведущего Евгения Кочергина. У нее осталось двое детей. По предъявленной статье, электромеханику грозит штраф до полумиллиона рублей либо принудительные работы до пяти лет. Максимальное наказание – лишение свободы до шести лет, но защита настаивает на невиновности Белоусова. Зинедин Зида направил к информации о планах продолжить работу наставником Реала. Ранее ряд испанских СМИ сообщали о том, что тренер проработает с клубом еще один сезон. Француз работает с Реалом Мадридом с 2016-го. На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Комсомольская правда. Главное вовремя. Друзья, программа «Главное вовремя». Александр Кочнев и Полина Попова, мисс России 2017-го года. Этот титул у нее уже никто не отберет, а вот коронави придется через годик настолько вернуть. Передавать. Передавать, конечно. Она сейчас в сейфе. Она сейчас в сейфе. Это самая дорогая корона в мире. Насколько я понимаю, есть какие-то обязательства у мисс России ездить с благотворительностью, принимать участие в каких-то мероприятиях, ввести что-то? Конечно. Мы подписываем контракт. Конечно, это все. Грустно как-то все это произойдет. Все прекрасно. Вы не представляете, как я счастлива. Какие эмоции я испытываю. Я до сих пор в этой эйфории, это чувства. Все прекрасно. Вопросы, которые приходят. Какие-то другие конкурсантки пытались мешать. Это на мисс России сейчас. Я понимаю, что это мисс Россия. Не то, что мешать. Нет. Со всеми у меня очень хорошие отношения. Я привыкла быть в женском коллективе. Я всегда нахожу со всеми общий язык. У меня нет цели с кем-то быть подружкой, а с кем-то быть врагом. Нет. Наоборот. Я считаю, что со всеми нужно общаться, со всеми нужно находить общий язык. Это тебе поможет в будущем. Если ты умеешь справляться со своими эмоциями, как-то контролировать, помогать другим, я стараюсь придерживаться. Ну хорошо. А вот поедешь ты на международный конкурс, на мисс Мира. Ты же понимаешь, что там все равно будет отношение... Другое. Ну другое. Во-первых, Россию немножко недолюбливают в мире. Правильно? Ты же в политике немножко понимаешь. Нет, наоборот. Россию очень любят. Когда меня увидели вообще, ну я же путешествую, когда меня видят, говорят, вот именно такой мы и видим мисс Россия. Именно такая девушка должна представлять Россию. Меня всегда все поддерживали. Когда я путешествую, от меня бегут все. Ну, собственно, видишь. Да. Вот таким и должен быть русский мужик, говорят. И не янь, да. То есть вот она доброта, и вот он русский медведь. Ну да. У большинства медийных личностей есть свои запросы, что должно быть на съемках. Есть ли у вас райдер, да, это называют? Да, ну нет. Вы что, нет? Пока нет ничего. Пока нет. Пока, но, видимо, появится. Оторвать бы руки тому, кто делал ваш сайт, куда нажать, чтобы на красавицу посмотреть. То есть, друзья, минуточку, никому руки не надо отрывать. На сайт заходите, kp.ru, и там прямой эфир идет. Что значит, никуда не надо нажать, там на главной странице все. Мельдоний принимал... Мельдоний. Что? Ну, неважно, да, бог с ним. Скажи мне, пожалуйста, здесь начинают такие уже банальные вопросы присылать. Ругается ли Полина матом, курит ли, выпивает ли, может ли? Я со здоровый образ жизни. Мат — это здоровый разговор. Нет, не курю, не пью, не ругаюсь. Но вредная привычка есть какая-нибудь? Вредная привычка? Да я сладкое люблю. Моя вредная привычка — сладкое люблю. Скажи мне, пожалуйста, есть ли... У нас есть программа «Дежавю», мы вспоминаем старые годы. Вот, к вам это, Полина, не относится. И тем не менее, вы помните свою первую влюбленность школьную? Да, конечно, помню. Как его зовут? Паша его зовут. Паша. А что с ним сейчас? Прекрасно живет. Кусает ногти он сейчас. Да мы чужие дурак такой. Павел, радио «Колсомольская правда» тебе передает привет. Пашенька, привет тебе. Если ты нас смотришь, слушаешь... Да, и плачешь. И плачешь, да. Ну, раз уж про школу заговорили, спроси еще про любимый и нелюбимый предмет. Вообще, как учеба давалась? Тяжело, если в 15 лет ты стала работать по заграницам? Благодаря этому я и стала ездить, потому что учеба мне давалась легко. Меня спокойно отпускали преподаватели. И я все прекрасно сдавала. Ни одного не отставала. Мишка, в гримерке пока тебе делали укладку, ты читала учебник по химии? Ну, не без этого, конечно. Приезжала домой, в апартаменты. Открывала учебники, книжки, мне присылали домашние задания. Все я выполняла, все делала, все отправляла. Как-то слабо верится, да? Мне приезжала домой в апартаменты. Ну, модельные апартаменты я имею в виду. Ну, так на всякие. Ну, понятно, просто съемок заграничный. Просто по-английски это звучит так, извините, да. По-русски это квартира, да. Английский разговорный. Английский разговорный, да. А китайский на каком уровне? Китайский на уровне. Я хотела поступать в Китай, я уже нашла институт, наняла себе преподавателя. Она у меня учила, соответственно, с английского на китайский. Но в определенный момент я поняла, что я не могу смириться с китайским менталитетом, не могу я там продолжать жить. Почему? Что с китайцами не так? Ну, мы очень отличаемся друг от друга. Собственно, да. Да. Не только внешне, но вообще. Как мы себя ведем на людях, как вообще мы себя подаем, какие эмоции мы выражаем, как мы вообще, что из нас... Так может, это и выгодно было бы тебе? Ну, нет, я... Выгодно отличаешься от китайцев, которые по-другому себя ведут. Да, я уж очень там сильно от них отличалась. Но язык ты продолжаешь изучать? Да. Я не хочу бросать это. Это прекрасная идея. Нет, язык несложный. Если есть цель, то ничего несложно. Все в пределах разумного. Самый сложный язык — это русский. И он уже нам подвластен. Как по-китайски будет звучать «я сейчас пойду завтракать»? Ой, я... Извините, пожалуйста, я... Пожалуйста. Извините, пожалуйста, я не пойду сейчас завтракать. Я долго... Надо с акцентом помогать. Извините, пожалуйста. Я долго уже не находилась в Китае. Когда ты в Китае... Хорошо. Меня зовут Полина. Ну как? Подождите, вы меня разостали врасплох. Вспоминайте китайские слова. Но Полина будет Полина по-китайски. Не, ну как? Нам хочется услышать китайскую речь. Ну, я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. Мы готовы посчитать по-китайски? Нет? Не будет сегодня китайского языка у нас в эфире. Уроки китайского. Первый год обучения от Полины Поповой. К сожалению, прогресс. Да ты бы все равно не запомнил. Михаил хотел просто запомнить, и потом этим пользоваться в эфире. Все время он так делает. Сейчас востребованность, опять же, наших моделей... Вот мы про китайский менталитет говорим, но Япония, Китай, а там ведь есть еще Сингапур, Малайзия. Я была там, да. Да. И там ведь вот такое вот лицо, образ, высоту. Там высоких девушек обожают. Вот, казалось бы, развивать карьеру там. Но, насколько я понимаю, все-таки, если делать карьеру моделей, продолжать карьеру моделей, то это все-таки Запад. То есть это западная страна. Это, скорее всего, даже Америка. Америка. А почему все-таки? Это вот из-за непринятия менталитета? Нет, ну, тоже нужно развиваться. Азия — это начало, это первая ступень. Потом дальше. Потом дальше и выше. Мне все время кажется, что еще немножечко, еще пара слов, и ты начнешь плакать. Серьезно? Да. Я постоянно улыбаюсь в студии, вы не заметили? Нет, я заметил. Но когда ты начинаешь на серьезные вещи говорить, у тебя вдруг становится вот такой вот голос. И? Нет, неправда. Когда последний раз плакала? Короны не считаются. А до этого? Я вообще очень такой сентиментальный человек. Вот. Над каким фильмом последний раз плакала? Над каким фильмом? Фильм, песня, я не знаю, Селин Дион, Титаник, снова Каприо. Каприо дерет медведь в фильме «Выживший». Да, это было ужасно. Я смотрела, да. Я была в Нью-Йорке на тот момент, премьера была, я ходила туда, там, в кинотеатр и смотрела этот фильм. И все вокруг плакали. И ты плакала. Все вокруг начали уходить из зала, но я досмотрела до конца этот фильм. Ну, кстати, фильм хороший. Фильм хороший, достойный, безусловно. Полина, какую последнюю книгу вы прочитали или читаете? Последнюю книгу. Я читала книжку по психологии на английском языке. Я не хочу ее озвучивать, но там... А, психология. Да. Мне нужно было читать больше литературу на английском, потому что я находилась в Америке развивать все-таки речь. Потому что у меня разговорный, и мне уже хочется дальше. Я понимать понимаю, но говорить мне хочется больше и интересней. А почему психология? Мне это интересно. Я так чувствую, журналистика потеряет человека, а психология приобретет. Ну, нет. А кто его знает? Кто из знаменитостей подписан на ваш инстаграм, Полин? Есть... Ну, понятно, что вы подписаны на многих. Я подписана на многих. Я сейчас не могу контролировать всех моих подписчиков, потому что их с каждой секундой становится все больше и больше. Я к этому не привыкла. Но мне пишут интересные люди в дайрект, мне присылают сообщения, поздравляют. Мне, безусловно, очень приятно. И успеваешь все читать. А комментарии успеваешь читать? Бывает же такое, что и нагадят в комментариях. Комментарии я стараюсь не читать. Мне сказали, это пустая трата времени, и я с этим солидарна. И нервов еще. Нервы. Я уже привыкла к зависти и к злому языку. Но ничего куда без этого в нашем мире. Поля, мы приступаем к нашей рубрике. Рубрика называется «Мир сошел с ума». Полина получила новости. Эти новости действительно происходили в реальности. Но они до того самоценны, что мы эти новости, а точнее говоря, Полина вам расскажет эти новости одним заголовком. Мир сошел с ума. Здравствуйте. Еще раз. Милане ткнула Дональда Трампа, чтобы тот положил руку на сердце во время гимна. Момичи нашли в сладостях из магазина пружину и саморез. А что еще в сладостях можно найти? В США ящерица стала офицером полиции. А чего добился в жизни ты? Сейчас все новости, а ты посмотри. Житель Костромы напал на куличи в торговом центре перед Пасхой. Все любят куличи, всем понятно. Кит позволил туристам погладить китенка. Британскую телеведущую в трусах и свишоте пристыдили за бардак. Ей сказали, что ты снимаешься, убралась бы сзади, посмотри, какая у тебя свалка настоящая. Интересная новость, безусловно. В индийском метро через незащищенный вай-фай включили порно. Американка застряла рукой в унитазе при попытке прочистить засор. Причем с криком, да что вы туда делаете-то. Ну и наконец. Болельщики забросали футбольное поле дохлыми крысами в Дании. Как чудесно. Мисс Россия 2017. Полина Попова сделала первые шаги в журналистике на радио Комсомольская правда. Вот хотел стать журналистом, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Поля, вы можете стать постоянной ведущей этой рубрики. Я благодарю вас. Увидимся. Поля, спасибо большое. Спасибо. В общем, все только начинается. В общем, пусть корона не давит. Мы надеемся, что будете к нам еще приходить в гости. Ну и самое главное, 21 год. Сколько впереди открытий чудных. Поля, спасибо, что мы сегодня были вместе с нами. Спасибо вам огромное. Все понравилось. Было прекрасно. Спасибо за такое утро. Мы обязательно продолжим через несколько минут. Друзья, спасибо, что слушали. Но всем страждущим я вроде фотографии разослал. Кто еще не успел, можете прислать заявки 8-9-6-7-200-0-0-9-7-0-2. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Здравствуйте, я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. Сегодня в программе «120 минут». Нужна ли в России ювенальная юстиция? У нас в гостях сенатор Елена Мизулина. Было ли что-то оскорбительное в словах дипломата Владимира Софранкова на совбезе ООН? В Москве делают стрижки под названием «Гитлер-Югент». Почему это стало возможным в стране, победившей фашизм? Слушайте и звоните в программу «120 минут» с 18 часов по московскому времени. Реклама